Разумеется, буду пытаться достучаться до федеральных органов власти для того, чтобы поменять нормативную базу в той части, которая обеспечила бы возможность предприятию реализовать свою продукцию в условиях нормальной конкуренции. На повестке дня насущные вопросы. Айра Цаффин рассказал гостю о том, что в настоящее время, несмотря на эпидемиологическую обстановку, предприятие продолжает стабильную работу и реализацию важных инвестиционных проектов. Далее встреча продолжилась в режиме диалога. Первым свое предложение по поводу социальных проектов компании озвучил заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион Александрович Балашов. Хотелось бы отметить важность этого направления для нас как для социально ориентированного предприятия и заранее поговорить с вами о создании совместной обучения. Отметим, что Нижнекамск-Нефтехим, входящий в группу компаний ТАИФ, думает о будущем не только своих работников, но и всех жителей Нижнекамска. Современные медицинские центры, многоквартирные дома, школы, детские сады, парки, скверы, места для отдыха и многое другое. Олег Морозов предложил руководству акционерного общества создать рабочую группу, которая будет непосредственно заниматься вопросами развития социальных проектов. Здесь мне нужна уже ваша обратная связь. Вы должны меня направить, показать, что вот есть такие-то, такие-то, такие-то федеральные программы, в которых вы могли бы участвовать, предложить свое предприятие как исполнителя или получателя федеральных средств, чтобы я тогда понимал, как решать эту задачу. Поэтому, я думаю, вот этот постоянно действующий механизм надо создать, принять его, чтобы он работал. Руководство Нижнекамск-Нефтехима также подняло вопрос реализации проекта строительства моста через Каму в районе населенного пункта Соколки. Благодаря новой дороге в западном направлении можно ехать не в круговую через Челны, а напрямую. Таким образом, путь, к примеру, до Казани можно будет сократить на целых 120 километров. Это существенно скажется и на транспортировке продукции НКНХ. Завершить строительство федеральной трассы планировали к 2024 году. Город у нас немножко находится в тупике от трассы, и возможность вовлечения рабочих специальностей и специалистов в наш город тяжело, когда мы находимся в тупике. Если мы сделаем мост через Соколку, в такие регионы, как Мамады, в Казани привлечь специалистов, оно будет проще, потому что мы срезаем дорогу в Казань на час-полтора примерно. Мы знаем, что вроде бы как вопрос движется, но не так быстро, как хотелось бы нам. Может быть, вы возьмете просто на контроль этот вопрос. Хорошо, принимается. Записал, пометил. Вопросов на рабочем совещании было достаточно. В частности, нефтехимики заострили внимание на проблемах, касающихся железнодорожного транспорта, промышленной безопасности и охраны труда, реализации программ и не только. Катерина Короленко, Айселуха Физова, Марина Чернышкова, НМЕДИА.